Все самое страшное во время Карабахской войны, первой сражения, как я сказал, произошло во времена правления Абульфаза Эль-Чебея и Муталибова. Гейдара Алиева на тот момент, скажем так, Горбачевская власть ненавидела. Я так могу сказать. В принципе, да, потому что они его пытались слить. Они пытались слить и Карена Деммерчана, и, кстати, убрали его из политического поля. То есть СССР использовало таких, как Абульфаза Эль-Чебей, и таких, как Кочарян и Сэр Сарксян, чтобы сравить Армению и Азербайджан. Это абсолютный факт. И отец Ильхама Алиева, Гейдара Алиева, который пришел к власти в 1993 году, он пришел в тот период, когда, скажем так, был уже последний год, с 1993 по 1994 год, вот этот последний период боев, да, Азербайджанская армия тогда выдохлась, она ничего не могла предпринять. И, собственно говоря, армянская армия тоже уже особо никуда лишний раз не двигалась, скажем так. И факт в том, что в 1994 году вот было подписано это Бишкекское соглашение. Мало кто знает, что Гейдар Алиев, отец Ильхама Алиева, предлагал очень хорошее условие. И я хочу, чтобы это услышали жители Карабаха, что господин Кочарян, который получил, скажем так, условно говоря, победу, потому что, я еще раз повторюсь, если дальше убивают снайперы людей и бывают столкновения, это не победа. Надо правду рассказывать, что предлагались отличные условия. И почему я это рассказываю, что Кочарян и Серж Сарксян, и карабахские чиновники настолько ненавидят весь армянский народ, что никого из них не интересовало, что каждый день снайперы убивают армянских солдат, да, убивают и азербайджанских солдат. И тогда Гейдар Алиев, который наводил политический порядок в Азербайджане, а надо сказать, что вот, понимаете, я сейчас не буду говорить о Гейдаре Алиеве, у нас в тот момент, до начала Карабахской войны, было три лидера за Кавказе. Это Эдуард Шоварнадзе, это Гейдар Алиев, и это наш потрясающий неарцавцик рекорд, да, вот поэтому и так было. Большинство погибали из Армении, арцавцы не погибали, это правда. И Карен де Мерчан. Вот, когда мы говорим Гейдар Алиев и Кочарян, Кочарян это был разрушитель Армении, Кочаряновская семья разрушила и обокрала весь армянский народ. А Гейдар Алиев, так же, как и Карен де Мерчан. Деви, Кайрина, сме, а мы тэгэц верчепрэль у берель тунчэ, на русском перевод такой, соскрести отовсюду и притащить свой дом. Карен де Мерчан, он шел на различные уловки, чтобы усилить Армению. То есть эти люди, советского типа люди, мы можем что угодно читать вранье всякое про Демерчана, Гейдар Алиева, но эти люди приносили, чтобы усилить Азербайан и Армению. То есть это вот такие были личности. И люди, которые так долго, с таким трудом строят свои страны, усиливают свои народы, конечно же, они не могут быть на стороне войны. Карен де Мерчан был на стороне мира. И сейчас, изучая личности Шеварнадзе, Гейдара Алиева и Карен де Мерчана, хотя это был президент Азербайджана, но сегодня крайне важно сказать, что Карен де Мерчан, Гейдар Алиев и Шеварнадзе, это советские личности, они были люди, которые усиливали свой дом и понимали, что война – это плохо. И, кстати говоря, есть такие фразы, где говорит Гейдар Алиев, что к миру нет никакой альтернативы. Это есть, понимаете, мы просто это не показываем, потому что это президент, говорим, бывший Азербайджаном. Это его слова. На фоне этого лидера, понимаем, что это лидер Азербайджана был, но на фоне этого тяжеловеса. После победы в 1994 году господин Кочарян, господин Серж Саркисян, Карабахская власть, которые ненавидят армянский народ, включили из себя выпендрежников, что они выиграли, да, при том, что каждый день убивали парней из Армении, включили выпендрежников, айренасмин лопазутсун, а, умескохален эскакимыч, то есть господин Кочарян, вместо того, чтобы, пока Азербайджан сильно не встал на ноги, вместо того, чтобы заключить договор с Гейдаром Алим, это очень важно, чтобы все понимали, и карабахцы в первую очередь, вместо того, чтобы немедленно заключить договор с ним, мирный договор, с наилучшими условиями для карабахцев, чтобы прекратили погибать все ребята, да, вместо этого он ничего не подписывает, Азербайджан богатеет не по дням, а по часам, то есть он видит, вы представляете, до какой степени Кочарян ненавидел Армению, он видит, что Гейдар Алиев подписывает нефтяные договора, там-сям, Англия-Манглия, да, разрабатываем это месторождение, скоро откроем то, труба пойдет туда-сюда, то есть ты видишь, что сосед, которого, как ты думаешь, ты победил, усиливается с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом, ты продолжаешь издеваться над ним, говоришь, мы дойдем до Баку, Баку наш, я еще раз напомню, правда заключается в том, что Гейдар Алиев предлагал очень хорошее решение, очень хорошее решение, да, это широкая автономия, автономия, это вообще, то есть Карабахцев никто не трогал бы, там были шикарные предложения, то есть автономия, но как независимость, да, то есть тебя просто никто не трогает, братан, вот и живи, тебя никто не трогает, по всем этим границам, там было очень хорошее условие, но человек по просьбе России, начинает от имени Армении, хотя он вообще никакого отношения к Армении не имеет, его с Карабаха привезли в Армению, а прежде я еще раз напомню, что Карабахский клан залез в СМВ Армении, там всех своих людей поставил, убил генпрокурора, убил людей в Министерстве обороны, МВД убили людей, посмотрите, везде в силовых структурах карабахская мафия убила всех из Армении, всех до единого.